Приветствую вас, Алексей. Я думаю, что первое, на что вам нужно обратить свое внимание, это на то, что вы вообще хотите от своей девушки, потому что она, скорее всего, не изменится, то есть она не перестанет воспринимать жену вашего, получается, брата по-другому, так как вам, например, хотелось бы этого, вот. Она, скорее всего, не будет воспринимать его по-другому, она будет, скорее всего, воспринимать его несколько иначе. Она будет воспринимать его, вот, ну, скажем так, она будет воспринимать его так, как она видит его сейчас, короче говоря. Вот, это довольно важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, вот. Поэтому, если вы не готовы что-то принять, что-то принимать, если вы не готовы в отношении вашей девушки к жене вашего брата, то, соответственно, наверное, стоит подумать о том, чтобы это принять, как минимум. Дальше. Имело бы смысл поисследовать причина, почему ваша девушка так, ну, так реагирует на жену брата. Вот. Может быть, там есть какая-то подоплевка, что-то, что девушку может ранить, что-то, что может её, ну, стыкачить, напрягать. Вот. И если вы знаете об этом, если вы поинтересует, что её беспокоит, я думаю, что шансы на то, что конфликт будет исчерпан, значительно увеличится. Вот. Следующий важный момент, это то, что вы, по сути, ну, обрывали её, оскорбляли её и так далее. Что говорит о том, что вы сами, вероятнее всего, испытываете болезненности от того, что происходит. Но вы это скрываете, вы это не позволяете этому как-то войти в контакт с девушкой. Вот. Вы не позволяете этому проявиться в контакте, вот, с девушкой, как мне кажется. Вы это пытаетесь скрывать, вы стараетесь это скрывать, вы стараетесь это себе подробить. Вот. Я бы сказал, что подобное повис, повис, где вы пытаетесь скрыть то, что, ну, вот, вас беспокоит и волнует, да? Такая позиция, где вы пытаетесь не показать своё эмоциональное состояние, состояние, позиция, где вы пытаетесь не демонстрировать свою болезненность, какое-то своё, свои чувства. Вот. Мне кажется, что эта позиция ведёт также к деструктиву. Мне кажется, что эта позиция также ведёт к негативу. Мне кажется, что эта позиция мешает вам, в первую очередь, ну, почувствовать себя свободно в отношениях, конечно же. Вот. Вопрос в том, хочется ли вам этого. Вопрос в том, хотите ли вы этого. Вопрос в том, хочется ли вам быть, ну, в отношениях с, ну, девушкой, например, со своей, более, более, ну, более, может быть, более, более свободно. Более свободно, вот, чувствовать себя, может быть, более свободно, более свободно. Вот. Хочется ли вам этого? Если да, если хочется, то для этого нужно, безусловно, как мне кажется, что-то делать, что-то делать. Вот. Если нет, если не хочется, если вас, ну, в принципе, всё устраивает, например, да, то тогда, наверное, делать ничего не нужно. Но, скорее всего, в таком случае, с девушкой вырастанется. Вот. К сожалению. Потому что конфликты у вас будут регулярны, в таком случае. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. То есть, понятно, что у вас и у неё есть свои цены. Ну, свои, свои представления о том, как, ну, как должно происходить то или иное. Вот. И понятно, что и у вас, и у неё есть там свои желания. Вот. Это, в принципе, в целом нормально. Вот. Это нормальная позиция. Вот. Другой вопрос заключается в том, насколько вы хотите с ней встречаться, насколько вы хотите её понимать, насколько вы хотите её поддерживать, насколько вы хотите с ней быть. Вот. На мой взгляд, это очень важный момент. Вот. Важный, потому что именно от этого момента, именно от этого, по большому счёту, зависит то, что вы будете делать дальше. То, как вы будете, ну, условно говоря, выстраивать отношения. Вот. Потому что, если, ну, навстречу друг другу вы ходите, а вы идти не будете, если навстречу друг другу, вот, вы не будете идти, то ситуация будет достаточно печальная, достаточно грустная. Вот. Достаточно болезненная для вас. Вот. И, ну, как бы, кончится всё, может, достаточно плохо. Как мне кажется. Для отношений. Ну, для ваших отношений с девушкой. Вот. Вот. В такой момент я могу, вот то, что я могу вам сказать, тут я могу вам ответить. С точки зрения психотерапии. Вот. С точки зрения психологии. Мне кажется, что если вы будете, ну, в первую очередь более честны с собой, да, вот. Если вы будете более честны с собой, то, на мой взгляд, вам будет от этого только лучше. На мой взгляд, вам будет от этого только легче, комфортнее и отношения выстраивать с девушкой будет тоже удобнее, легче, комфортнее и так далее. Ну, это зависит от, конечно, уже только вас. Это зависит только от того, насколько вы хотите, насколько вы готовы, там, условно говоря, меняться, да, допустим. Вот. Это, мне кажется, такой момент. Я думаю, что чего-то вы боитесь. Я думаю, что здесь очень важный момент для вас. Для вас тут важные болезненные моменты. Вот. Важно научиться их ощущать. Важно научиться не пытаться этих моментов избежать. Ну, потому что, может быть, они вам неприятные или они вам, там, не знаю, тяжелые, да, для восприятия. Или, может быть, вы, в принципе, там, не привыкли, ну, не привыкли, допустимо, не привыкли прислушиваться к себе, к примеру. То есть, вариантов может быть много на самом деле. Вот. И здесь, как мне кажется, важно не уходить от себя, от своих проживаний, а успешно вносить их в контакт с девушкой. Ну, что она была в курсе того, что, условно говоря, вам, например, допустим, тоже больно, например. Да, то есть, вам, ну, тоже может быть болезненно, вам тоже может быть неприятно, вам тоже может быть тяжело и так далее. Вот. То есть, мне кажется, это вполне такая достаточно закономерная история, вот, которую не надо пытаться как-то ограничивать. Особенно, если, если, ну, если вы, ну, то, что ощущаете, да, то, что вы чувствуете, это настоящее. То есть, ну, если, ну, если вы, по-настоящему чувствуете болезнь, например, от того, что вас, ну, грубо говоря, задевает то, что делает, да, девушка, например. Вот. Если бы вы, мне кажется, не запрещали бы себе переживать, а потому что вы не запрещали себе высказывать свои чувства по поводу конфликта, то, может быть, никакой бы ссоры бы не было. Вот. Ну, между вами я имею ввиду, конечно. Вот. А так, так, конечно, вы, эм, комплектуете, вот, так, конечно, и вы, эм, ну, и вы, девушка, да, пытаетесь как-то вот, эм, ну, пытаетесь, эм, сохранить, эм, статус, э, квон, вот, это, э, подразумевает определенную борьбу между вами, вот, причем на постоянной основе, к сожалению. А это невероятно, эм, ну, невероятно затратно с позиции, эм, энергии, с позиции ресурсов, вот, с позиции, с позиции, э, силы, вот, и это, в общем, э, в общем, э, я думаю, э, требует корректировки. Вот. По крайней мере, так, так мне кажется, э, нужно сделать. Вот, так, мне кажется, по крайней мере, могла бы протекать работа психотерапевта, вот, так, мне кажется, могла бы быть такой, мне кажется, могла бы быть работа специалиста, вот, который вам бы помог. Ну, возможно, э, вам и вашей девушке вместе, если бы вы вместе обратились на терапию, тогда бы девушка не чувствовала себя, одинокой, в этой, в этой ситуации, она бы чувствовала, что вы с ней, что вы готовы ей помочь, э, готовы ее, по-моему, вероятно, да, подержать, вот, и не бросать ее, одну вы, проблему. То есть, ну, вы не считаете, например, что проблема только у нее. Вот. Совершенно точно. Таким образом, я могу сказать, что в поиске виноватых никогда ничего не даю, не даю. Вот. А, ну, я могу, вот, э, я могу сказать, вот так, то, если вы ищете виноватых, то, конечно, вы всегда найдете, вот, виноватых. Но будете ли вы от этого счастливее? Вот. Практика показывает, что, что нет. Поэтому, я, э, рекомендую вам, э, в первую очередь, определить, что вы хотите, и, как вам видится, видится вообще отношение, вот. Второе, э, постараться, э, заметить и принять, э, то, что, э, чувствует, э, девушка, там, условно говоря, э, по отношению к, жене, ваш, вашим, вашим. Брат, вполне вероятно, что там есть некоторая подоплека, вот. Вполне вероятно, что она видит в ней какую-то угрозу, вот. И это мотивирует девушку на то, чтобы защищаться. Вот. Поэтому, э, торопитесь, что вы, по крайней мере, да, э, постарайтесь не спешить, с выводами, вот, и постарайтесь девушку, э, принять, понять, вот. Это то, что мне кажется, кажется, вы можете, э, сделать, вот. Такой ответ я могу вам дать, вот, я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, вот. Надеюсь, что вы, э, э, для себя определенные выводы сделаете, вот, надеюсь, что вы для себя, э, значит, э, э, что-то полезно из, э, моего ответа, э, извлечет. Ну, а я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что слава будет разрешена.